здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор по вашим многочисленным просьбам и просто дебатам в комментариях под этим постом под моим вопросом хотите ли вы этот разбор я поняла что разбор вы хотите ну давайте тогда не будем откладывать и разберемся вообще самого первого момента вот кто хочет сразу понять всю суть того почему они лорак пришла на интервью к алене блин вот вы можете это узнать сразу же когда я сейчас включу этот фрагмент причина была озвучена еще до начала интервью год не появлялась на публике и не давала интервью сейчас готовится к выпуску нового альбома я кстати вот в апреле выходит новый альбом называется остров все это время тоже и песни то есть была студия дом медитация йога ребенок да поэтому те кто хочет понять зачем пришла они лорак на интервью год молчала а сейчас вдруг заговорила так вот причина как раз именно в этом у нее выходит новый альбом и в конце нашего разбора я кстати заглянула что ожидать от этого альбома заглянула по звездам 21 апреля намечается выпуск этого альбома и вы знаете ну там есть о чем поговорить тоже кстати в конце я и ее космограмму они лорак посмотрю и по и мы с вами поймем почему ей так не везет в личной жизни и почему сейчас она делает очень неправильные вещи когда слишком уклончиво старается обходить свою позицию свои взгляды насчет того что происходит но об этом обо всем мы в конце чтобы не загружать тех кто пришел для невербальных разборов да ну давайте разбираться в невербалике и в том числе попутно мы будем разбираться в манипуляциях а манипуляции в этом интервью было очень много и давайте посмотрим на первую манипуляцию которую они лорак нам с вами продемонстрировала вообще манипуляции я насчитала всего 7 ну таких основных которые я вам покажу там были мелкие еще дополнительно я их не стала разбирать да вот 7 манипуляции я считаю достойными внимания потому что часто при общении при вашем общении с вашими там ну с кем вы общаетесь с вашими визави вот эти манипуляции очень часто используются и давайте посмотрим и как это выглядит главное на невербальных сигналах тела как люди уходят от тех тем о которых говорить больно давайте смотреть и почему было такое решение именно уйти в тень алену начнем смотрите как она отвечает но ей очень неловко до смотрит вниз чувство вины у нее есть и мы понимаем что алена придерживается определенных взглядов и можно забежать вперед и сказать что все-таки в глубине души они лорак не придерживается этих взглядов и это видно потому как она ведет диалог именно соленый да не смотрит на собеседницу сжалась напряглась сейчас мы увидим как она отклоняется плечиками не знаю того что вначале ты испытываешь шок видите шок и действительно шок мы видим испуг в ее глазах да и здесь я ее прекрасно понимаю вот здесь она все говорит честно и тело ей прям вот ее поддерживает до от происходящее замерла да и потом от происходящего а потом пошла манипуляция и как красиво сразу тело заиграла а то есть сначала она напряглась начала говорить о том что больно и переключилась быстро на другую тему и увела нас с вами на другую тему начнем все с пандемии да вот пандемия то есть мы все сидим дома что делать это же изобразила страх мы сидим дома да и действительно это было сложно для артиста сложное время и но тот страх не идет ни в какое сравнение сейчас много шуток ходит что верните мне год пандемии да я буду счастлив как мы тогда были все думали что хуже ничего не бывает оказывается бывает поэтому уже боишься что-то предполагать и хотеть чтобы это закончилось да поэтому конечно же жизнь преподносит нам страшные вещи последнее время но мы видим что пошла уже более легкая беседа более жесты уже пошли открытые нет вот этой зажатости которая была на ну в начале в начале когда она говорила о том как это началось причем смотрите она старается не называть никак не с во не война не как-то еще на то есть она старается не называть проблему проблемой и это ее попытка уйти от этого и часто мы кстати так и делаем да это вот боль которая которую страшно ну каждый раз вот представьте рано и каждый раз в нее тыркать да конечно же это страшно и каждый человек старается от этого уходить понимание когда это закончится ничего никто не говорит внятно то есть она легко говорит о пандемии да и вот это вот жестикуляция все нормально замечательно то есть перевела разговор переключение внимания это первая манипуляция вот если вас переключает но алена прекрасно знает вообще в принципе введение диалога да и вообще она всегда когда она заинтересована в том чтобы раскрыть собеседника она всегда выведет обратно туда куда интересно но это интервью было слишком комплементарным я не знаю это было ну как-то договорено скорее всего не знаю на каких условиях но это явно были обговорены какие-то моменты которые алена но за которые вот были определены рамки за которые алена не зашла и соответственно это интервью пока ну мне показалось недостаточно содержательным и это понятно оно и не должно было быть содержательным потому что это интервью я возвращаюсь к первому фрагменту да я его не буду повторять но я возвращаюсь к этой мысли что это интервью было просто в поддержку нового альбома не более того не потому что они лорак прозрела и решила всем сказать свою позицию не потому что там алена ее как-то выхватила выцепила и большая журналистка я там победа что они лорак пришла нет ничего подобного просто так сошлись звезды и что называется хочешь не хочешь а деньги не пахнут и человеку надо продвигать свой альбом дальше следующий фрагмент ну насчет но сейчас будут еще две манипуляции давайте посмотрим потом случилось то что случилось и ты тоже в шоке потому что сердце разрывается на части и и ты понимаешь ты хочешь себя на наш как бы найти в этом времени типа как бы вообще что делать ну я я женщина я девочка вот это вот у нас очень хорошая манипуляция причем ее используют не только женщины ну чаще всего женщины да стоит отдать нам должное в случае чего мы включаем девочку и это наша спасительная такая волшебная палочка страх непонимание тревога я думаю что многие это испытывали да многие это испытывали это еще одна манипуляция присоединения все меня поймут все это переживают все это знают все понимают меня все должны меня понять если вы меня любите вы должны меня понять то есть вот это вот ну третья манипуляция которую она использовала по сути ни разу не озвучив свою позицию по большому счету посмотрите внимательно все интервью ни разу она не сказала что она за этих или за тех она но как бы ну вообще все все интервью она озвучивает позицию что я не с теми не с другими но и прочее бла-бла знаете вот здесь у меня вспоминаются слова с песни из песни но ногу свело вот макса покровских он в этих он занял но прочную антивоенную позицию и это понятно да и при этом он поет я не с этими и не с теми я просто человек который пытается докричаться да но здесь чуть-чуть по-другому я не с этими не с теми понимаете здесь совсем другое здесь я и с этими и с теми хочу остаться в хороших отношениях вот что пытается сделать а не лорак но посмотрим может быть получится давайте следующий фрагмент по поводу выбора давайте посмотрим и я стала заложница этой ситуации потому что мне просто вот всеми видами и знаете вот сейчас она говорит не а не не россии она говорит об украине и действительно у нее в биографии был вот этот момент когда ее ну от отменили в украине даже из-за этих политических вещей и наверняка у нее осталось обида за это потому что она многого достигла в украине но на тот момент вот знаете у нее в натальной карте есть вот один четкий указатель того что ей надо не бояться вот этих перемен вот на тот момент она просто не испугалась ах вы меня не хотите тогда я стану звездой в россии и стала звездой в россии понимаете на тот момент ей было нечего терять на тот момент вот этот азарт молодости в ней присутствовал но я не знаю в молодости безрассудства какого-то вот этой смелости понимаете и эта смелость дала результаты и сейчас ей надо было бы поступить также потому что вот это ее фишка и это у нее в этом не в натальной карте а в космограмме потому что натальную карту я не могу это же надо я не знаю ее время рождения но вот по космограмме прям четкое указание что ее удача зависит от ее смелости но сейчас вот она уже не может этого сделать так вот сейчас она говорит это конечно же с обидой и смотрите все таки я назад верну потому что здесь вот этот сигнал клювиком хочу вам показать очень интересный сигнал я стала заложница этой ситуации потому что мне просто вот всеми видами и смотрите вот это вот складывание губ вот это вот очень интересно я его называю губки клювика вот эти губки чаще всего делают люди когда они занимаются какими-то документальными или правильными вещами да вот когда они упорядочивают свою ну там жизнь какие-то документы какие-то там вопросы недвижимости но это такой вот сатурнианский такой сигнал тела когда человеку надо собраться надо все вот по полочкам разложить и вот вот это получается смотрите как интересно во первых губки собираются ну вот так называемый клювик здесь идет напряжение носогубочки вот вот это носогубное расстояние это так называемый торец это ну такое центральное место у нас на лице и я не знаю я ни разу не пробовала но говорят что сюда больнее всего ударить если да имейте это в виду а смотрите кроме того идет отодвигай как отодвигание или это движение вот отодвигается подбородочек немножечко то есть это концентрация такая ну то есть человек сконцентрирован на том чтобы собрать все воедино и как-то для себя разложить по полочкам да и когда она говорит это она говорит как раз об этих вещах да и иллюстрирует эти вещи то есть ее поставили перед фактом ей пришлось как-то собраться разложить все по полочкам сопоставить все за нет да и принять какое-то решение видите как она красиво это иллюстрирует и кстати она часто это делает и вот такой вот жест часто присутствует у людей но вот чаще присутствуют у людей которые как раз как сказать которые как у них очень четко вот это вот есть такая жилка жилка привести все в порядок да вот есть люди разгильдяи а есть люди которые вот действительно любят когда у них все по полочкам да и вот вот этот жест чаще всего присутствует у людей у которых сильный сатурн и у которых все по полочкам кстати я не посмотрела на ее сатурн а вот вот у нее это часто и вот это отодвигание подбородка и все такое и вот это губки клювиком ну и вот в данном случае это прям четко мы с вами увидели так или понять что я должна сделать выбор и ну грубо говоря следовать по повестке дня другими словами ограничить свое творчество превратиться вот в какую-то артистку которая вот определенно говорит то что ей говорят или так далее делает ну я и кстати вы слышите она сейчас говорит об украине да но то что было с ней несколько лет назад а я думаю что сейчас она понимает что она в тех же самых условиях да она это не озвучивает пока да ей сейчас приходится подыгрывать но сейчас она в той же ловушке как и было тогда но сейчас у нее ну смелости уже нету той которая была свободной и всегда знала что бог дал мне талант и голос для того чтобы петь во всем мире и никогда не ограничивала себя можно сказать что тогда тебя фактически поставили в условия при которых ты дальше не могла продолжать свою карьеру на украине не могла потому что концерты отменяли алена у меня были срывы и об этом все знают просто представляешь срывали концерты причем это были абсолютно проплаченные абсолютно организованные действия да действительно и вот то что она говорит это действительно правда правда срывали концерты по крайней мере она так считает и я думаю что небезосновательно и действительно она тогда и натерпелась и много потеряла но в итоге мы с вами видим что даже потеряв много она приобрела намного больше это я к чему говорю в конце мы с вами это как раз увидим в ее космограмме понимаете мне прям указатель нельзя бояться терять надо вот прям брать на идти на абразуру вот понимаете вот ее вообще предназначение ее удача в этом вот понимаете чем больше она будет рисковать чем больше она будет как птица феникс идти вот на жертвы да тем больше она будет приобретать поэтому ну вот а сейчас она так немножечко либо возраст либо слишком много чего терять поэтому вот такая вот ситуация а да значит идем дальше следующий фрагмент по поводу того что ну вот та сторона с которой она сейчас как бы сотрудничает до получать но получается в любом случае все артисты встали перед выбором ты либо сотрудничаешь да ну либо молча поддерживаешь тогда ну вот только в этом случае ты можешь выступать только в этом случае ты можешь презентовать свой альбом новый да и соответственно она сейчас стоит перед тем что ей надо заявлять свою позицию по любому да и как бы либо если не заявить свою позицию то просто ее и здесь отменят поэтому ей приходится балансировать вот между небом и землей что называется ну и давайте посмотрим потому что я я могу сказать что смотрите тема там военных действий для меня особенное пришлось мой брат погиб в афганистане когда мне было девять лет и я не кстати ногой пнула немножко но то есть действительно здесь и я ее прекрасно понимаю видите как она сложила руки как молитве да не трогайте меня пожалуйста мне это больно очень и по сути она же говорит человеку который поддерживает это все да она не не нам с вами ну она она беседует с аленой да и алёна среди сторонников того что сейчас происходит и поэтому вот она сейчас просит только не надо меня очень сильно от меня требовать поддержки да но могу не помогать военные нужды какие-то это невозможно потому что у меня нет это в природе этого не будет никогда вот я тебе вот это говорю стопроцентно потому что я хочу держаться подальше от этого потому что но этим людям которые начали распространять вот смотрите по поводу этих людей сжимает губы поднимает челюсть убрала улыбку смотрите какая реакция на этих людей и отклонилась то есть но эти как алена сейчас говорит ну надо этим людям доказать да что ты все-таки против но ты не помогаешь в ссу как там я не знаю какие-то сми что ли вот и и обвинили в помощи в ссу или в чем но и вот здесь вот видите да какая реакция на ее лице от новости нужно все-таки ответить дали скажем что это неправда это неправда и смотрите кивок и челюсть вверх и вы знаете вот кстати вот эти сигналы тела до или нет они и вот вот здесь как раз пользуясь случаем хочу сказать что они не всегда работают сто процентов объясню почему вот в данном контексте она соглашается с аленой и говорит да это неправда и поднимает челюсть как бы говорит я могу это доказать да это неправда и видите здесь нет вот этого это неправда да то есть понимаете что вот это да нет она часто но вот как-то может завести нас немножко не в ту сторону поэтому имейте в виду когда делаете вот такие вот выводы да по сигналам тела вот этот сигнал тела не всегда сто процентов работает на ну вот на то чтобы мы с вами понимали правду говорит или нет собеседник да поэтому смотрите еще дополнительные сигналы тела а дополнительных как вы знаете очень много сигналов а так дальше они лорек нельзя обвинять в том что они не делала да а как ты собираешься этим людям вообще ответить или ты вот сегодня скажешь и закроешь ален я не собираюсь послушай для меня вообще должны быть видите придерживает подбородок как бы чего лишнего не сказать мы помним вот кстати у лайма вайкуле вы помните как она недавно буквально крайний разбор я вам показывала как она ксении ксения я к тебе очень хорошо отношусь да но но я кое-что придерживаю при себе вот здесь тоже самое это доказательство я человек который живет в своем мире творчеством и никогда и было очень далеко от политики и еще одна манипуляция до оставьте меня в покое я человек творческий и в общем-то но я здесь ни при чем я вообще мимо проходила но к сожалению сейчас все мы хотели бы иметь возможность быть вне политики быть творческими людьми но к сожалению многих из нас это коснулось напрямую кого-то коснулось морально душевно ментально всячески ну и в общем-то оставаться в стороне от этого и не придерживаться никакой позиции сейчас это непозволительная ложь и роскошь понимаете это лукавство это лукавство потому что нельзя быть из-за тех из-за других тем более я здесь вижу что она не не прямо вот поддерживает ту же самую алену она старается уклончиво отвечать на вопросы она нигде она просто пытается сказать что я тем не помогала но это не значит что она поддерживает в другую сторону понимаете она как бы вот старается быть и с теми и с теми даже не не против всех а действительно и с теми и с теми и даже тот пост который я выставила в нем все сказано и вот еще одна манипуляция помните у иосифа пригожина когда мы разбирали и он так горячо говорил про то что вы все знаете мою позицию и она озвучена много раз но ни разу сам не сказал свою позицию а почему не сказал потому что тело врать не любит и он по не прекрасно понимал если он начнет озвучивать то он не сможет прямо в камеру соврать да поэтому он всячески уклончиво почитайте там посмотри спросите у этого ну и так далее вот и здесь то же самое какой-то пост потом поставили ни о чем да ну и вот это как бы ее позиция на самом деле это уловка чтобы не озвучивать свою позицию вот и все поэтому по большому счету это манипуляция дальше идем смотри я к тебе пришла это первое и последнее интервью на эту тему вот честно смотрите как она я к тебе пришла отклоняется пинает ногой руками отстраняет руками как бы даже стреляет поправлю сейчас поправит волосы но то есть да потому что мне есть куда тратить свою жизнь видите и челюсть высоко ой ну что ты что ты отклоняется подбородок поджимает но ну конечно же есть куда нам всем есть куда тратить свою жизнь и вместо того чтобы смотреть вот это вот эти интервью у нас мы тоже нашли бы чем заняться дорогая а не и вот просто знаете хочу сказать что или дорогая каролина да хочу сказать что ну спасибо за такую доброту но на самом деле это доброта еще раз возвращаясь в начало нашего разбора почему каролина пришла на это интервью а именно потому что ей нужно продвигать свой альбом если бы не альбом то и не пришла бы она вовсе и и жили бы мы все своей жизнью и она бы жила своей жизнью и в общем то не ну конечно спасибо большое да спасибо за вашу активность мои дорогие зрители слушатели да что вы так голосуете за этот разбор но честно сказать я в общем-то большого восторга не испытывала когда разбирала мне безусловно вот мне как певица она просто потрясающий у нее голос я в восторге от от ее творчество вот я честно говорю да невзирая на ее политическую позицию и вообще в принципе вот судите ее я бы не хотела да я я просто озвучиваю здесь какие-то вещи которые я вижу да и вот вам показываю но в душе я ее не осуждаю я понимаю что она сама себя она человек очень как сказать очень душевный при всем при том что она до деньги не пахнут и все такое но она душевный человек и со временем она поймет что я я тоже кстати в интернате училась и прекрасно понимаю о чем она говорит об этой психологии да и я понимаю что вот это вот приходит приходит со временем и со временем она столкнется с собой самой да и вот поймет как сейчас вот эти все уклончивости как они в общем то в чем она не права да извините я опять влепила свои какие-то пять копеек да а значит смотрите дальше еще две манипуляции которые мы с вами сейчас увидим давайте посмотрим и какие-то сплетни начали с первого дня вот все это ситуации да когда случая хотя это преследует всю мою жизнь нужно сказать но тут какое-то обострение потому что кстати преследует всю ее жизнь это тоже в этом в ее космограмме я оказалась как-то посредине всего этого и посередине двух огней огней да и я просто понимала что ну как это значит и сидишь и просто это неправда это вся моя вся моя деятельность видите доведение до абсурда но казалось бы а на чем на чем это все строится вот она сидит и говорит вот мне разгребать вот это все это неправда это неправда так скажи правду ты ни разу не озвучила свою позицию вот все и придумывают ты человек публичный и соответственно все придумывают какую-то какие какой-то смысл в том что ты не сказала вот и все просто надо четко сказать свою позицию как вы поступили многие лобода там макс покровский шевчук многие другие алла пугачева да вот они четко озвучили свою позицию и все и живут себе и ничего не произошло да но ей конечно ну да безусловно они потеряли российский рынок сбыта это понятно но вот так вот ну как бы тут надо выбирать да и поэтому вот сейчас она жалуется на то что она сама попыталась сидеть на многих стульях да и вот доводит до абсурда да вот я сижу бедная несчастная на меня все сыпется я оказалась между двух огней так не будь между двух огней ты это твой выбор это какая-то вот инфантильная позиция да и здесь вот она вместо того чтобы эту позицию как бы взять взять на себя роль взрослого да и сказать вот я так считаю и я за это готова отвечать нет вместо этого она начинает доводить до абсурда начинает всяческие разные уловки манипуляции производить чтобы не озвучить и не потерять свой рынок сбыта это сводилось бы к тому чтобы я говорила это неправда это ложь я просто решила что наверное не буду вообще на это обращать внимание потому что мне нужно просто жить свою жизнь и заботиться о своем ребенке ну да знаете очень часто многие вот именно ссылаются на то что нужно заботиться о ребенке и так далее и тому подобное и безусловно вот я знаю по себе тоже извините за свой свой жизненный опыт но были сложные моменты и и только наличие детей заставляла меня дальше подниматься и идти и что-то делать были моменты что просто жить уже не хотелось и а и я ее прекрасно понимаю что ей сейчас очень сложно как и всем нам и здесь как бы ребенок это ну такой мотиватор очень хороший и у всех у вас наверняка кто потерял свой дом кто потерял многое сейчас все люди потеряли все абсолютно те кто украинцы потеряли больше всех но и мы и и россияне и и многие многие люди мы теряем очень много и вот в этой ситуации да действительно приходится как цепляться за то что у нас есть да у нас есть близкие вот за это мы цепляемся и мотивируем себя дальше жить да и это сейчас очень тяжелое время для всех и поэтому конечно отчасти я ее понимаю да но отчасти конечно все таки не получается принять вот эту позицию потому что по большому счету она просто выбрала позицию да вот на глазах у меня происходит преступление я лучше отвернусь а еще преступник он же богатый я ему еще и поулыбаюсь как бы я не вижу да вот примерно так поэтому но опять таки это не мне судить это ее жизнь ее права и в дальнейшем я думаю она сама с собой разберется что здесь как да вот такая вот ну может такой разбор да к сожалению я немножко ну вот свои ощущения немного я все-таки разочарована но тем не менее что есть то есть дальше теперь давайте я вам обещала ее космограмму и здесь знаете хочу вам показать ее проблемы с мужчинами вот многие из вас в комментариях написали что у нее там с мужчинами просто сплошной какой-то раз раздрайв а это неудивительно понимаете вот при всей ее харизме у нее просто вот потрясающая энергетика у нее потрясающие возможности она вот ну вот в плане профессии в плане голоса она просто великолепна но в плане личной жизни у нее просто от ас какой-то смотрите как интересно венера скорпионе это значит что любовь это страсть это какие-то такие кардинальные эмоции до либо люблю либо ненавижу вот для нее это тогда у нее нет спокойной любви ей чтобы влюбиться надо чтобы был вот просто полный отморозок сегодня такой завтра такой вот эти эмоциональные качели вот это то что надо да то есть она влюбляется в таких дальше марс скорпионе тоже значит она находит опасность абсолютно везде сексуальность у нее на грани а ее привлекают только сложные партнеры видите получается и венера и марс венера это зато в кого мы влюбляемся марс то как мы себя чувствуем сексе да в продвижении тоже марс это активность до активность как мы добываем себе что-то да но это секс да и вот любовь и секс у нее про сложных партнеров до преодолевая преодолевать что-то такое прям неприступное вот все эмоции да там чужой мужчина ах надо же там что-то ну то есть она даже бессознательно может быть да она там мы с вами помним у корчевникова она как-то очень обтекаема на на какие-то вопросы отвечала но тем не менее это у нее в крови понимаете это женщина роковая да вот ей без этого есть скучно жить дальше луна во льве ей нужно все или ничего до иметь так вернее воровать так миллион иметь так королеву ну то есть еще одно луна это так как человеку комфортно где он перезагружается что ему нужно для перезагрузки как у него должно быть дома чтобы он отдыхал да ну и это как какой должен быть человек рядом с ней и человек должен быть тоже кардинальным либо там миллион алых роз ей к этому чтоб прям приносил каждый день либо там что-то такое делал такая светская львица которой надо блистать надо и вот это для нее перезагрузка такая да чтобы все ее знали чтобы у нее была большая компания кстати вот она рассказывала про то что ее новый любовник приехал и там у нее большая компания его хорошо приняли она была естественно в центре да вот это вот для нее самое то чтобы ей отдыхать чтобы ей ну вот перезагружаться вот для нее самый-самое-самое то дальше что у нас еще значит уран в соединении с венером с венерой это экстравагантные неожиданные любовные повороты вот ей вот это все вот это любовная вот эта интрига ей нужна как воздух понимаете луна в квадрате с ураном внезапные события привозди приводящие к рождению ребенка да вы помните как она рассказывала про то как она встретила этого своего турка ну вот и вот как раз это олицетворение вот это этого сочетания и вот сейчас этого нового мужчину она примерно также и встретила но может он вел себя немножко поскромней но тем не менее она можно сказать вот она поехала просветляться да и вот встретила на своем пути такого человека да он действительно был необычный для нее да и вот пока он для нее необычен до тех пор он ей интересен как только он станет обычным или она там достигнет какого-то дзена она ну займется поиском другого человека ну который будет давать ей те же самые страсти а дальше на луна в квадрате с ураном а это я уже сказала луна в квадрате с марсом это импульсивно импульсивность опрометчивость солнце в соединении с меркурием она тут такая ситуация что всегда солнце рядышком с меркурием находится у нас на сон на этом на небосклоне и поэтому но тут либо соединение получается а здесь действительно соединение да вы видите вот это вот и что это говорит о чем это говорит это говорит о том что в меркурий немножко сжигается на солнце и не может себя проявить так как надо с другой стороны в общем-то люди часто его прокачивают и в данном случае вот и голос у нее все ну вот она как бы с этим работает но тем не менее все равно получается вот эта сожженность она говорит о том что будут преследовать какие-то слухи какие-то сплетни здесь сплетни на самом деле есть о чем говорить ведь согласитесь есть поводы для инфоповоды она дает бесконечно да и она и будет давать эти инфоповоды вот что касается личной жизни это будет просто всегда очень интересно поэтому запасайтесь попкорном и я я ни в коем случае не смеюсь я понимаю что у каждого в дому по кому и все мы здесь пришли для того чтобы чему-то учиться да просто иногда смотришь и понимаешь ну вот видишь вот эту картину чему надо учиться адам и знаете вот для того чтобы вы понимали о чем речь вот вот эти слухи вы то что люди всегда будут относиться к ней может быть не не очень адекватно да вот у джо байдена также вот для сравнения да а ну и знаете вот джо байден сколько бы ничего хорошего не сделал но я думаю вас в историю войдет он как монстр для многих людей но и это не потому что он плохой а просто потому что у него вот такое соединение таких людей очень много на планете до которые из кожи вон лезут делают какие-то дела может быть хорошие но все равно вот уже мнение общественности о них сложилось да и самое главное что я вам обещала и что я вам хотела сказать по поводу нее парс фортуны вот я стала парсами пользоваться последнее время кстати кто астрологи напишите мне в комментарии как вы вообще вот эту систему используете или нет но знаете я вот буквально вчера еще посмотрела у меня бывший муж полгода назад погиб и я посмотрела парс смерти его и там прям настолько это все совпадает но как совпадает причина причина прям полностью описывает то почему это произошло да и здесь смотрите по парсу фортуны соединение плутон и весы смотрите а до парс во первых соединен с плутоном а что это значит значит это сильная воля во первых во вторых это как птица феникс это смелость это успех зависит от способности все бросить и возродиться из пепла то есть вот вот оно соединение понимаете ее успех в том чтобы не цепляться ни за что ее успех в том чтобы все бросила и и вот до горе но синим пламенем не хотите меня я пойду в другое место и я буду там выступать я буду хоть в метро выступать но я хочу петь я хочу этих зрителей и все я их буду иметь даже если вы все меня не хотите я выйду и перед соседями выступлю вот это вот должно быть у нее и это у нее было до тех пор пока не началась это svo а потом она тихо села и все и вот вот понимаете и вот это вот сейчас к сожалению сейчас вот это поведение она будет работать ей на минус я вам покажу в ее альбоме который выйдет 21 апреля я и на это космограмма поставила да а значит что вот как это произошло вот это было уже в ее жизни доказательства до когда в украине ее не захотели ну и хрен с вами а пойду я на другой рынок и на другом рынке она приобрела большую даже известность чем там да и вот сейчас она могла также поступить и было бы очень ну чётенько вот в ее случае ее талант и не даст вообще ни разу пропасть вот просто ни разу это тот ну тот уровень таланта который нигде не пропадет но видите человек испугался есть чего терять и есть что и самое интересное почему она испугалась потому что все это находится в весах конечно же плутону здесь не очень удобно до в весах и поэтому ну а весы это баланс да надо и себе и людям и вот как-то так и вот эта нерешительность и к сожалению это нерешительность сейчас сыграла такую злую шутку пока еще не злую естественно пока еще мы с вами не видим ничего плохого но к сожалению вот такое поведение ее может привести к плохому результату потому что и и фортуна в том чтобы быть смелой вот и все адам и здесь смотрите вот на выход на момент выхода альбома смотрите какой классный какая классная космограмма все планеточки друг с другом общаются да все хорошо замечательно но опять вот этот парс фортуны и посмотрите вот от него идет красная вот эта линия оппозиция с сатурном что это значит оппозиция сатурна и фортуны может не повезти из-за каких-то ограничений может привести к ущербу имущества но смотрите здесь есть обходной пункт от сатурна к солнышку и от солнышка к фортуне идут вот зеленые линии и о чем это говорит вот если она сейчас возьмет и поведет себя смело потому что солнце это про личность это про эго и надо вот это же ее альбом дано как вот лицо этого альбома она должна просто блистать пойдут не на альбом пойдут на нее да и вот если она смелее будет себя вести то энергия пойдет вот по этой траектории да и тогда будет успех и обратите внимание от солнца у нас еще идет ну получается что сатурн договориться с фортуны через солнышко вот такая позиция и от солнышка еще идет вот эта красная линия к плутону то есть здесь ну вот такая такая двойственная позиция вообще эта комбинация она дает много энергии очень много это просто знаете такая мощнейшая энергия но вот эта энергия не должна она может взорваться и все разнести грёбаной матери да извините за такое слово но понимаете вот здесь вот два указания на то что если не повезет если мы не поверим ее солнцу то все все это вот здесь потеря по деньгам здесь взрыв да а причем энергия очень хорошая альбом я думаю что будет очень классный мощный и потрясающий потому что ну вот прям много зелененького ну вот и много этих планеты хорошо общаются между собой очень гармонично гармоничная карта да вот гармоничная космограмма но вот есть вот этот вот риск того что мы не поверим вот ее солнышку ее солнышко должно выйти на первое место и сказать я так решила я такая да любите меня такой какая я есть вот такой неопределившийся и ну не знаю насчет неопределившийся будет ли это работать но вот я им как-то себя вот себя надо хорошо показать нам вот такая вот история поэтому ну что будем наблюдать за тем что будет происходить надеюсь что я все сказала пожалуйста напишите свое мнение в комментариях что вы считаете по этому поводу конечно возможно меня где-то слишком занесло я прошу прощения для мне мне безумно нравится ее творчество это первое второе я понимаю ее понимаю хочу понять по крайней мере да я я вот сейчас понимаю и и сама прокололась да я я хочу ее понять я хочу ее понять но сейчас к сожалению мы не имеем такой роскоши быть из-за тех из-за других к сожалению всем приходится определяться и это боюсь что это самый большой и страшный выбор в нашей жизни потому что он приводит к тому что мы и теряем многих людей друзей и сейчас очень сложное время посчастливилось нам жить в это время но что поделать будем жить будем как-то с этим справляться напишите свое мнение мне интересно знать что вы считаете по этому поводу и по поводу астрологического разбора и по поводу всего кстати я уже разбирала ее там и по нумерологии что-то такое было у меня если хотите ссылочку под видео поставлю чтобы вы тоже посмотрели ада значит что до новых встреч дорогие мои люблю вас всех очень сильно пока пока